Всем привет, с вами ProGamer. В этом видеоролике я расскажу вам, как пользоваться довольно-таки очень интересным приложением. Называется это приложение Motion Ninja. А также я отмечу, что это приложение доступно совершенно бесплатно на платформах Google Play или же App Store А на платформе Google Play. Это приложение имеет вот такую вот статистику. Статистика довольно-таки хорошая, не у каждого приложения найдется и подобное. А перед началом своего видеоролика я бы вас хотел попросить подписаться на мой канал, ведь меня смотрят большая частью аудитории без подписки. Подпишитесь, мне будет очень приятно. Также не забывайте ставить лайки и подписываться на второй мой канал, ссылка в описании. Итак, приходит в приложение, у вас будет вот такой вот интерфейс, интерфейс довольно-таки несложен, функции идут практически нету. Но для начала давайте рассмотрим вообще, что есть уже, это скажем. Тут есть небольшие такие туториалы для вашего обучения, чтобы вы уже научились обрабатывать какими-то функциями. Но все же, я думаю, они вам не пригодятся, потому что они на английском языке. Я уверен, не многие из вас знают английский язык, но все же, если кому-то интересно, вы можете, конечно же, все это дело почитать, перевести. Ну, а на этом я, в принципе, особо зацикливаться не буду. Далее переходим, смотреть настройки, то есть в настройках вы можете посмотреть именно путь хранения, вот это все, что можно, в принципе, посмотреть. Также можете задать вопрос, поделиться этим приложением с друзьями, оценить это приложение и посмотреть политику конфиденциальности. Ну, в принципе, а на этом уже тут можно и заканчивать, то есть смысла разбирать настройки нету. Они тут довольно-таки и простые. Давайте создаем новый проект, то есть вам необходимо дать доступ к камере и именно вот галерея, самой галерея уже доступ дал. Выбирайте видеоролик, который вы будете ставить и, в принципе, вас ставите. Далее, что же у вас открывается, когда вы его поставили? Открывается у вас вот такой вот интерфейс. Интерфейс тут довольно-таки очень сложный, вы сразу-таки подумаете, потому что функций сразу уже напихали довольно-таки много, то есть люди уже путаются в самом начале, что из себя представляет, как это, что все делает. Вы, я думаю, сразу же не поймете, но мы сейчас рассмотрим все это. Это, в принципе, можно понять за 10-15 минут, как с этим всем разобраться. Итак, для начала, тут можно посмотреть такую функцию, как фильтры. А для тех, кто не знает, фильтры это определенные наложения яркости, контрастности, температуры и вообще теней на вашу фотографию. Фильтры такие готовые шаблончики уже, можно сказать. Но, в принципе, также их можно регулировать. Я думаю, они вам все равно хоть как пригодятся при работе с этим приложением. Но, в принципе, я думаю, вы и сами можете уже регулировать тут от руки будете. Но об этом мы поговорим чуть-чуть попозже. Для начала сейчас рассмотрим эту функцию. Также, вот как вы видите, это все можно ставить на большой экран, то есть на фулл-экран и все это пролистывать, то есть чтобы другие функции вам не мешали. Это достаточно-таки удобный фильтр, но тут тоже довольно-таки очень много, и они вам хоть как-то будут нужны. Именно для не только вот этой темы, но все же для других темы они вам тоже пригодятся. Далее. Что же мы дальше можем с вами рассмотреть? То есть тут есть функция, то есть вы можете откопировать, то есть копировать, все это дело копировать ваш видеоролик. То есть, ну я не думаю, что это вам, конечно, в целом пригодится, но кому-то может пригодиться. Далее. Можно же также, я сейчас этот видеоролик уделю, потому что он мне не нужен, то есть именно ставлю то, что мне будет, так скажем, нужно мой один видеоролик. Вот эту функцию, именно функцию третью по счету, из них я не понял, то есть как именно с ней пользоваться. Я просто не знаю, как она правильно читается по-английскому, но все же я не понял, как ей пользоваться. То есть ревенбрация какая-то там идет. Но в этом плане, я думаю, вы сами разберетесь, потому что мне саму, так скажем, сложно разбираться с приложением, которое на иностранном языке. То есть я сам английский не полностью знаю вот в этом плане. Но все же я постарался сделать для вас такой небольшой обзорчик. Далее. Тут можно писать текст, то есть текстов функций достаточно-таки много, то есть также можно установить шрифты на ваш текст. То есть шрифтов достаточно-таки и много. За это отдельный респект разработчикам, что добавили. Тут очень хороший интерфейс со шрифтами, то есть вы можете выбирать все шрифты под все стили, под ваш вкус. Короче, в этом плане можно ни о чем не волноваться и не скачивать другие приложения, чтобы заготовить какой-нибудь шрифт. Тут уже все имеется. Далее. Также можно делать небольшое такое одеркаливание, то есть, как вы видите, делать так, чтобы его было наполовину видно. То есть небольшие такие эффекты для вашего шрифта. То есть именно эта прозрачность такая небольшая идет. Но все же, опять же, с этими функциями надо уметь работать. То есть сразу вам за них хвататься не святую. Лучше поначалу тренируйте самых простых. Далее. Также можно делать тоже определенные наложения на ваш текст, уже эффектов небольших таких. В принципе, это подобные такие функции я вижу первый раз. То есть до этого я в других фото-видеоредакторах не встречал ни разу. То есть именно в этом редакторе я увидел их в первый раз. То есть впервые. Особо я сам с ними не знаком, но в примерный обзор я вам смогу показать. То есть чтобы вы примерно представляли, что они себе представляют, так сказать. Далее можно иметь цвет. То есть со цветом самые такие простые функции. То есть именно цвет у вашего шрифта. Это действительно очень удобно. Также можно иметь прозрачность делать. Ну, совсем видимым. Или же вообще невидимым. Как вам, в принципе, будет угодно. Это уже вы сами решите. Далее. С этим мы разобрались. Также можно накладывать определенные стикеры на вообще ваш видеоролик. То есть со стикерами довольно-таки удобно. То есть они туда же анимированы. Отдельный распредел с разработчиком. Что так сделали. Стикер довольно-таки уникальный. То есть не в каждом приложении есть подобные. И в этом плане, то есть можно дать этому приложению отдельный плюс. Что они наоборот довольно-таки стараются обработать свое приложение этим. Именно уникальными такими стикерами. Вообще в целом функциями. То есть которые вы не сможете найти в других приложениях. Далее. следующая функция вы можете добавить музыку так сказать или же вот я вам забыл сказать тут можно также растягивать видеоролик то есть уменьшать его по длительности обрезать то есть делить то есть можно обрезать середину в этом плане я думаю тоже особо зацикливаться на то мне надо потому что это все делается довольно таки легко и в один клик вот насчет музыки довольно таки есть небольшие такие плейлисты музыки даже такие треки которые вам в чем-то действительно могут пригодиться также можете добавлять свою музыку но это уж все вашем плане функцию с микрофоном именно озвучки то есть как озвучить дешевле именно показываем не буду потому что вы сами можете да там особо говорить то ничего всего лишь это все делается довольно таки быстро 20 фильтрами уже сами поговорили об этой функции далее с эффектами эффекты есть довольно таки неплохие то есть глич эффекты обычные прорисованные эффекты то есть я часто могу сказать на своем примере то есть я часто использую клич эффекты но опять же я это приложение особо не использую я использую два приложения вот именно это приложение использую крайне редко в основе пользу приложением ки мастер то есть она давно довольно таки тоже неплохое и есть у вас вас был когда-нибудь опыт пользуется этим приложением то вы наверное меня понимаете то есть в этом плане вот далее вы можете от руки добавлять все эти эффекты действительно очень удобно от руки советую вам они уже готовые фильтры то есть от руки вы тем самым будет чему-то учиться и в дальнейшем будете применять их уже потому что некоторых приложениях нету таких именно вот зарубежных приложениях не используются такие фильтры то есть именно там вам придется делать от руки особенно для тех людей которые хотят быть дизайнерами вам все равно придется делать это все дело от руки далее есть небольшие формочки для социальных сетей размера шаблончики разметки которые вам все на пригодятся также если захоронить вы можете выбирать любое качество сплоть до 400 до full hd а именно 1080 пикселей и 60 fps то есть действительно это очень четкое качество и отдельный респект разработчикам что вообще его добавили потому что даже в kinemaster нет такого качества именно в kinemaster в полной версии вы можете сохранить только до 1080 пикселей но не как не до 60 fps то есть действительно очень это очень такие крутые четкие параметры сохранения то есть сейчас ведь среднем картинка у ютуберов должна быть как минимум 1080 пикселей либо 720 480 эти картинки не интересные никто не смотрит то есть они довольно-таки размазанную но я думаю у вас таких проблем если вы работаете в этом приложении не будет на данный момент когда я делаю обзор на это приложение это приложение имеет более полумиллиона скачиваний но в дальнейшем возможно это приложение наберет примерно миллионов 10 скачиваний наверное точно наберет но сейчас я делаю пока что это приложение имеет довольно-таки небольшую такую статистику но все же она уже у него положительная то есть у некоторых приложений статистика сразу засирается также давайте отмечу вам разберем все плюсы и минусы этого приложения также не выходите сейчас все будет самое важное вот именно в конце я подбудил самый важный материал что делать допустим если он у вас вылетает что делать если он у вас лагает если вы нашли баг и в принципе что делать если вы вообще не не понимаете как работать с кем-либо функциями то сейчас я вам все это дело объясню и главное не выходить из видеоролика и досмотрите его до конца чтобы узнать все самое интересное для начала отметим все плюсы этого приложения в нем не понравилось именно то что есть довольно таки интересные разметки для разных социальных сетей то есть не в каждом приложении комьюнити ставят именно такие разметочки вот в редакторах всяких для социальных сетей то есть отдельный респект этому приложению что так сделали во вторых можно отдать отдельный плюсик за то что это приложение как я и говорил вам использовать уникальные функции которые вы вряд ли найдете других подобных ему приложениях минусов тут вообще практически думал нету то есть в принципе приложение просто положительные оценку 5 баллов можно спокойно дать и в этом плане она мне даже очень сильно понравилось то есть тут на профессиональном уровне вы сможете обработать все что захотите без каких-либо напрягов далее с этим в принципе уже разобрались с вами давайте перейдем далее то есть что делаете у вас вылетает это приложение я нашел довольно таки много способов как это сидело исправить но более самый распространенный способ из-за чего это все обстоит люди писали в комментариях почему чтобы и типа вот из-за чего все это дело я увидел один такой комментарий там написали из-за того что обновляется версия телефона то есть версия вашего android то есть из-за того что она обновляется у вас могут были так для начала вам рекомендую до конца обновить вашу версию фона у кого она очень старая тоже рекомендую ведь потому что приложение поддерживает довольно таки новые версии двадцатого года то есть она вышла совершенно недавно и вам тоже так же рекомендую обновить вообще версию вашего телефона то есть обновление по сделать систему по и у вас до вылета должны прекратиться также в плане того если у вас она будет лакать посоветую вам два приложения как оптимизировать его и убрать лишний ненужный кэш и освободить место даже в памяти озву вам потребуется два приложения в принципе любое из них то есть либо калин мастер либо аптет клиент но оба приложения дел обзоры вы можете их у меня на канале то есть приложение действительно очень такие дельные и вам они в чем-то пригодятся их вы можете скачать как твой марки так и в appstore советую также посмотреть у меня на канале уже готовые такие небольшие туториалы по пользованию этим приложениями как все оптимизировать правильно чтобы убрать лаги так далее то есть с этим мы разобрались переходим далее то есть что делать если вы обнаружили бак в этом приложении для этого вам потребуется написать и связаться с разработчиками спросите вы как это сделать вообще в целом это можно сделать либо зайти play market либо фоксури что какая платформа я не знаю вас заходите в поисковый объем и вбиваете это приложение затем захотите на самом приложении чуть ниже отлистывать вас будет только раздел называется он связь с разработчиками то есть переходите туда копируйте адрес электронной почты там среднем будет изображаться именно главный офис где они вообществом располагаются всякие адреса их контакты но вам нужно будет только их электронная почта скопировать электронную почту и пишите туда какой бак вы обнаружили все это делается очень быстро и ответ они вам дают в течение двадцати четырех часов то есть все это дело будет исправляться тем самым вы сделаете не только себе плюс но и другим для чтобы они смогли нормально работать в этом приложении то есть оно было более так сказать оптимизирование и тем самым вы действительно и чем-то поможете то есть сделать и внесете какой-то вклад это приложение в принципе на этом я уже закончил но также не выходите ролик чтобы вас попросить написать в комментариях на какое приложение мне делать обзор дальнейшем то есть рассказать что вот именно там напишите что вы не понимаете то есть это для меня очень важно то есть я сделаю все так чтобы вам было интересно то есть расскажу все все расскажу чтобы вам было все понятно также кто не понял как пользу как пользуется этим приложением то есть если что-то не сказал пишите мне во вконтакте то есть я вам все это дело там объясню даже могу видео формат вас не для вас небольшой делать но это меня буду закончить спасибо всем тем кто досмотрел видеоролик именно до этого момента всем удачи всем пока с вами был про геймер увидимся в следующем видеоролике в следующем видеоролике